Он настоящий художник, но его работы не найти ни в одной галерее, а не среди нас. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Сергей Швед. Сергей Швед. Его еще не было. Надеюсь, не будет. С татуировкой сегодня происходит та же история, что из граффити. Она меняет свое место в современной культуре. Это искусство становится коллекционируемым. К нему все чаще обращаются художники и дизайнеры. Это действительно искусство, что оно не то что заслуживает, а оно обязано быть в числе разбираемых, мне даже кажется, в школе. Потому что это древнейшее искусство. То есть человек раньше, чем кушать себе научился готовить, он научился делать татуировки. Одежда давно не справляется с функцией оккультуривания тела, хотя бы уже потому, что ее все меньше. Теперь на сцену выходит ее величество татуировка. Наличие татуировки на теле для меня это как туфли на человеке. То есть если он идет босиком, то ему так нравится. Если он идет в туфлях, ну я могу только сказать, насколько они мне симпатичны. То есть для меня скорее странный человек, который не имеет на себе татуировки. При знакомстве с этим героем становится немного стыдно за шаблонные вопросы. Например, сползет ли картинка в старости и может ли шедевр надоесть. Для мастера это равносильно вопросу, что делать, если вам надоест ваша нога, рука, цвет глаз или кожи. Только здесь понимаешь, татуировка вовсе не аксессуар, а часть человека. Это как галочка, которая человеку каждый день, каждый божий день напоминает о том, что она собственно собой символизирует, то, что она значит для человека. И многие люди как раз обдуманно подходят к этому моменту, и на них действительно позитивно начинает влиять татуировка. Это замечено мной много разов. То, что сейчас каждая вторая гламурная девочка готова бездумно набивать себе на крестце бабочку или крылышки, а такой же мальчик хочет иметь на груди иероглиф богатства, никоим образом не делает всех татуированных людей охотниками за модой и красотой. Некоторые мастера-татуировщики вообще отказываются выполнять шаблонные рисунки, предпочитая только уникальные эскизы. Люди легкомысленные и очень часто надеются на то, что кто-то другой будет за это отвечать. То есть мастер, там мама, потому что она не дала достаточно образования мастеру, потому что не объяснила, а ему это и не нужно. Он делает татуировщику, нужно сделать то, чего хочет, по идее, клиент. В наши дни ассоциировать татуировку исключительно с синими куполами на груди у потрепанного гражданина все равно, что ставить в один ряд телегу и мерседес. Это абсолютно разные вещи, сделанные по разным причинам. Для многих людей прошлого поколения это страшно просто-напросто. Они думают, что это какая-то болезнь, чума. И у меня в семье много таких смешных историй было, когда я там уже рукава закрасил себе практически все, а там моя бабушка с дедушкой, я услышал краем уха, что они там думают, как же он будет это все дело сводить. Мой дед, который заслуженный весьма человек в своем деле, в своем месте, он вообще не говорит, где дураки одни ходят. Я говорю, ну, значит, дураков очень много. Противников тату и сегодня хоть отбавляй. Обществу привычнее мерить людей шаблонами. А ведь если подумать о естественной красоте тела, рассуждают как раз те, кто красит волосы и наращивает ресницы, меняют форму носа и увеличивает грудь, и не в состоянии выйти на улицу без макияжа. У меня один знакомый, он отвечает всегда «смерть прокурору». Чтобы у него не спросили, это что значит? Смерть прокурору, значит, вопросов больше никаких не возникает. Потому что изначально человек подходит к этому с юмором, но у чего ты этой бабульке будешь объяснять, зачем тебе этот череп, пробитый ножом, наколзан? Да, шедевры на теле нельзя купить или продать. Хотя некоторым, например, Кейт Мосс, удалось и это. Я не знаю, таксист может сказать, да что там в вашей татуировке? Вот людей возить, вот это работа, тут аналогично. То есть я не знаю, хирургия вообще с этим не связана, но, наверное, погрешности там все равно какие-то есть достигаются. Ну и тут такой же. Просто у нас еще немножко искажено осознание. То есть человек у нас среднестатистический, он хочет, чтобы ему дали максимум, а он практически ничего для этого не сделал. В то время как прогресс шагнул далеко вперед. Вот это гордость мастера, подарок жены, не хочется выпускать из рук. Прямо муа! Вот это вот, допустим, индукционная машинка отечественного производства, РТЭшники делают. Молодцы, ребята. То есть принцип работы изначально совсем другой, нежели вот у роторной машины. Вазелин ведрами, трансферная бумага – это что-то вроде кальки пачками, краска полками и целые запасы хитрых игл. Тут все дело в пайке. А это называется магнум. Он похож немного на расческу, разведенную вот в таком плане. И получается как кисточка. Соответственно, от ее травмации меньше болевых ощущений. Зачастую, опять же, все зависит от аппаратов, которыми все это дело наносят. Потому что как для контуров можно взять помощнее, чтобы он побыстрее был. В зависимости от того, насколько он толстый. То есть здесь всего 7 иголок, а бывает там и 15, и 18 иголок. Иногда для того, чтобы татуировка действительно отражала глубокий внутренний мир, необходимо вывернуть себя наизнанку перед мастером. И не каждый татуировщик этого достоин, говорит Сергей. О ювелирной точности в этом деле он знает не понаслышке. Мама там в библиотеке художника-оформителя, а отец ювелир. И так или иначе, я с этим был с детства связан. Хоть и не польстился на художественное образование, он просто всегда понимал, сколько в искусстве тату потенциала для саморазвития. Еще в детстве я любил в начальных классах разрисовывать себе руки. То есть кто-то рисовал на парте, а я рисовал на руках. В те времена, когда мы росли, художникам вообще как-то не особо-то улыбалась судьба, скажем так. Поэтому меня пытались немножко в другую стезу все-таки направить, но я выгреб именно в своем направлении все равно. Первая настоящая татуировка на его теле появилась в далекой юности. Только вместо опытного мастера бесстрашный ровесник, а вместо хорошей машинки заточенный обрусок, швейная игла и обыкновенные чернила из стержня. За этот опыт ему хоть и стыдно, признается Сергей Швет, а получить его было необходимо. Я планирую, чтобы это была одна большая татуировка. Сколько их у меня, я не считал никогда вообще даже с момента приобретения первой татуировки. Цель Сергея – проехаться по лучшим знакомым татуировщикам. Он уже знает, кто из них на что способен. Ему важнее не работа, а та энергия, которую каждый мастер вложит в свое творение. Каждый человек, он очень силен энергетически по отношению к тому даже, что его окружают другие люди. Если он отсюда, именно с моего рабочего вот этого уголка вышел счастливым, если я его сделал капельку там счастливее, радостнее, и я ему сделал то, что ему нравится, это лучшая награда вообще, то, что он будет ходить и немножко больше позитива излучать с собой благодаря вот нашей татуировке. Татуировки или звучный псевдоним тому виной, а развлечения Сергей предпочитает экстремальные. В его духе дышать свежим воздухом, стоя на краю горы, или купить кроссовый мотоцикл. Больше всего нравится, конечно, путешествовать. И вейкбординг, сноубординг, кучу всего можно перепробовать, кайтинг. На самом деле много всего хочется, много всего уже испытал, и такое ощущение, что жизни не хватит все это попробовать, но попробовать хочется. Иногда следующую порцию экстрима дозирует только мысль, что ребенку нужен целый папа. Кстати, как глава семейства, он бы посоветовал своей дочке подождать с татуировками как минимум до 21 года. И если уж делать, то сразу крупную и красивую, например, как у супруги. Тут главное понимать, сделать тату и относиться к ней принципиально разные вещи. Просто я отношусь к этому, что это ремесло, которое пришло именно с тех времен, когда еще расписывали пещеры свои, то есть и тогда уже появились знаки отличия, которые ты должен заслужить. В наши дни осуждать людей, чье тело покрыто татуировками, все равно, что возмущаться современной медициной или образованием, клеймить мясоедов или, например, быть недовольным блюдом в ресторане. Все это дело вкуса и личного опыта. Так что мастеру терпение и вдохновение, а его клиентам побольше здравого смысла, чтобы не превращать магическое искусство тату в набор знаков.